Приветствую вас, Виктория. То, что вы описываете, может быть похоже на ваши вымысли. Или одним из, быть проявлением невроза, проявлением неких травм, неких тяжелых переживаний непрозитых. А также отражение неких внутриличностных конфликтов, которые у вас есть и которые проявляются в частности в контексте, например, молитвы. То есть, если мы говорим, мы говорим, например, о том, что когда вы хотите помолиться, вот у вас возникает определенный опыт, у вас возникают определенные мысли. Это вот как раз таки про противоречия, это как раз таки про определенный конфликт. То есть, это может быть как невыраженная агрессия, это может быть какие-то, ну, желания. Вот. Ну, условно говоря. Опять же, невыраженная агрессия. Вот. И соответственно. Соответственно. Это то, что может вам очень сильно мешать, безусловно. Ну, вне всякого сомнения, вам это может мешать. Вот. Значит, навязчивые места. Навязчивые места. Которые возникают, это результаты определенных механизмов защиты. Как бы парадоксально это звучало, но таким образом вы, вероятно, хотите себя от чего-то защитить. Вот. Де-факто. Де-факто вы пытаетесь себя от чего-то защитить таким образом. Вот. Но, получается, мягко говоря, наверное, не очень хорошо. По крайней мере, силу вы на это тратите, ну, крайне большого количества. Я бы сказал, да? Вот. Ну, потому что, ну, очевидно, очевидно просто, что у вас на это уходит много времени. Вот. Ну, тот голос в голове, а ваш голос, вот как звучащий у вас в голове, да? Да, это, это больше про, как мне кажется, больше про то, что вы должны, то есть вот у вас есть вот такая позиция, что вы чего-то должны, и вот вы изо всех сил стараетесь, эм, реализовать то что вы должны, по вашему мнению, при этом не особо задумываясь вообще, эм, хотите ли вы этого, не хотите ли вы этого, Нужно вам это, не нужно, что вы делаете, ну, фактически-фактически, да, вот, и так далее. То есть это опять же вопрос, он такой вот, знаете, вопрос, больше вопрос этот, как мне кажется, больше про, ну, про осознавание, да, осознавание того, например, что сейчас со мной происходит, да, про осознавание того, что я сейчас делаю, про осознавание того, что мне сейчас нужно и так далее. Вот, ну, фактически, речь, мне кажется, идёт об этом по большому счёту. Вот, значит, смотреть нужно, как мне кажется, в эту сторону, вот. Есть страх ошибки, как мне кажется, не позволить себе ошибаться, вот. То есть некоторый такой, знаете, запрет, что ли, на собственные ошибки, вот. Есть такой у вас, ну, момент, что ли, что вы запрещаете себе как будто бы ошибаться. И, как мне кажется, в какой-то степени именно страх ошибок, вот, неприемлемость ошибок, что, ну, некий перфекционизм или, может быть, даже нарциссизм движет в вами в том, что вы считаете. То есть, простите, это всё, это контроль. Такой вот, гиперсверх, это контроль, вы себя контролируете, достаточно сильно причём. Вопрос заключается, конечно, на мой взгляд, в том, что будет, что случится, что произойдёт, если вы контроль отпустите. То есть, что произойдёт, если вы не будете контролировать себя. Что произойдёт, если вы, как бы, расслабитесь. Что произойдёт, что случится, если вы не будете считать. Например, ну, например, это вообще вот, как вариант просто. Да? Вот. То есть, это, ну, такая вот, довольно, как мне кажется, довольно важный момент. Момент. Здесь, на который вам нужно тоже обратить своё внимание. Потому что, ну, это такой, как мне кажется, очень значимый, значимый момент, вот, для вас. И, соответственно, не хочется, чтобы вы его пропустили, вот. То есть, есть ощущение, что вы куда-то бежите и бежите. Есть ощущение, что вы чего-то боитесь. Есть ощущение, что вы торопитесь. Есть ощущение, ощущение заниженной самооценки вашей. Есть ощущение страха этой самой оценки. То есть, вы боитесь оценки. Вот. Из-за этого, возможно, вам достаточно тяжело взаимодействовать с людьми. Потому что, чтобы с людьми общаться, можно, как бы, ну, адекватно, достаточно реагировать на обратный сайт, который вы можете получить, например, когда взаимодействуете с людьми. Вот. А если у вас, если есть проблема с получением обратной связи, если она, например, ну, допустим, она для вас болезненная, например. Да. Ну, я имею в виду обратную связь со стороны людей. Вот. Для вас болезнен. То, конечно, сложно. Конечно, сложно. И, конечно, очень тяжело. Очень тяжело в таком случае с людьми общаться. Вот. И здесь, конечно, идеально подходит работа с психотерапевтом. Вот. Для того, чтобы... Эм... 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 Я веду... Грубо-грубо... Ну, грубо говоря... Не опасаюсь и... Не боясь... Там... Чего-то или кого-то. Там? Вот. Как мне кажется, это... Очень важно. Как так мне кажется. Надеюсь, важно. Не только для меня, но и для вас. Вот. Дальше. Значит. Помогите разобраться, что это может быть. Ну, не так. Эм... Эм... Поймите правильно. Эм... Не так важно. Эм... Что это может быть. Как важно, эм... 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 Пожалуй. Да. Вот. Что... Эм... Что с этим делать. Да. То есть, как с этим дальше. Ну, действовать. Быть и так далее. Вот. Это мне кажется важный город. Вот. Я бы не хотел, эм... Концентрировать, эм... Ну, вот. Внимание, да? Эм... На... Эм... 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 Мне кажется... Эм... 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 Мне так кажется, эм... Более важным... Что ли? Это, кажется, кажется... Более... Так... Таким... Более... Более значимым... Ла... 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 Вот. Потому что... В противном случае вы можете рисковать просто потратить кучу-кучу-кучу сил, не на том, то есть потратить кучу сил, да, на какие-то вообще другие задачи. Ведь не так важно, если вам скажут точно, что это, важно то, какие у вас у самой проживания, какие у вас у самой, ну, может быть, страхи, может быть, какие у вас у самой конфликты, какие у вас у самой, так сказать, ну, важные больные, ну, или все любят поработать. Вот. А, ну, никто не говорит на самом деле, что вы псих, да, все это, мне кажется, вы себя почему-то, вот, считаете, ну, вы себя называете психом, хотя, как бы, ну, там, например, с моей стороны, да, ничего такого не было, да и со стороны коллег я, в принципе, тоже кто-то не видел, что вас стали психом. Вот. Поэтому, мне кажется, мне кажется, мне кажется, вы здесь немножко, так, переносите свои страхи на, 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 на остаток, говорить, что я не считаю остаток, ну, все, вы не псих, у вас просто есть определенные сложности. Вот. Определенные сложности в, в, ну, с самой собой. Это неплохо и нехорошо. Это, ну, как бы, это нормально, очень много людей имеют проблемы. Так, вот. Поэтому, эм, не нужно думать, эм, не нужно думать, что с вами что-то, что-то не так. Вот. Я имею в виду только потому, что вот у вас есть такие проблемы. Вот. Так что, эээ, я бы рекомендовал вам, эээ, ну, ну, заняться собой, да, я бы рекомендовал вам, вот, эээ, ну, как-то, поисследовать, эээ, вот, заняться исследованием, эээ, себя, да. Вот. И, эээ, значит, эээ, значит, эээ, да будет более-менее уже ясно, ага, в какую, эээ, в какую сторону и куда вам двигаться и зачем. Вот. Сейчас мы можем только, эээ, продугадывать, вот, сейчас мы можем только гадать, ээээ, вот, что с вами происходит и так далее, инновид, почему, да. Вот. Мне кажется, это хорошая идея. Вот. Если вы, эээ, там, ну, условно говоря, ээээ, обратились там за диагнозом, да, то диагноз и диагноз, мне кажется, вам, ээээ, ну, диагноз вам, мне кажется, никто не поставит. Вот. Ну, просто потому что это немножко не так происходит. То есть, эээ, ну, дистанционно, дистанционно, вам диагноз никто ставить не будет, так или иначе. Там ещё, это нарушения профессиональной этики, это нарушения, эээээ правил работы, вот, поэтому, здесь, я, наверное, хотел бы, чтобы отнеслись к этому с пониманием, вот. Я бы хотел, чтобы вы, ну, отнеслись к этому адекватно, что это ничего личного, ответ против вас нет. Вопрос, конечно, да, остается открытым. Например, чего вы хотите дальше? Ну, то есть, что вы хотите делать дальше? Хотите ли вы там в себе разбираться? Вот, хотите ли вы в себе что-то менять? Или наоборот, не хотите ничего в себе менять? Что, кстати, ваше полное право, то есть, ну, ваше полное право этому не делать, ваше полное право ничего в себе не менять и, как бы, все оставлять, ну, все оставить вот так, как есть. Ну, тогда, конечно, остается вопрос, да, касаемо того, насколько вам будет хорошо, насколько вы будете счастливы, вот, и будете ли вы счастливы вообще. Ну, вот, в принципе, наверное, такой ответ я могу вам счастливы, ну, вот, со своей позиции, да, позиции психотерапии там, позиции своего опыта в психотерапии. Вот. Я надеюсь только, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Найдите время, возможность, чтобы использовать это для себя, для того, чтобы разобраться в себе. Я надеюсь, начните, условно говоря, о себе заботиться, да, потому что, вот, ваша, ну, одна из главных задач сейчас, сейчас, вот, для себя о себе начать заботиться. Мне кажется, это важно. Вот, если научитесь о себе заботиться, вот, то, мне кажется, ну, многие, многие проблемы будут решены. Понятно, что не все, не все проблемы так решаются, безусловно. Вот. Ну, тем не менее, шанс выполняет. Как мне кажется, шанс выполняет. Вот. На этом, наверное, все. На этом, наверное, все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что для вас это было познавательно. Надеюсь, что для вас это было, ну, как бы, терапевтично. Вот. Давайте такое выберем слово. Вот. И надеюсь, что вы решите, значит, ну, последовательно вы решите там. Начать потушить свою жизнь. Психотерапия. Второе. Психотерапия. Работа с психотерапевтом. Вот. Это не означает, что вы больны или что вы псих. Мы работаем с людьми здоровыми. Психологически за равнолюбными работаем. Вот. Поэтому, такого, что вы псих, да, если, если вот, ну, если, как сказать, если, ну, работать с психологом. Вот. Такого нет. То есть, это, ну, довольно ошибочная позиция у вас. Она ошибочная и она немного, немного старейшая. Вот. Ну, потому что давно уже, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ уважение к человеку, потому что он решил собой заняться. Мне кажется, по крайней мере, так, вот, конечно, это вне всякого сомнения, вне всякого сомнения, решайте только вы, вне всякого сомнения, вот, ну и что же, хочется пожелать вам еще раз удачи, хочется пожелать вам всего самого доброго, вот, и хочется надеяться, что мы с вами на терапию встретимся, вот, если вам сложно, если вам так вышло, что дорого, вот, например, или вот с этого на позже или, может быть, вы боитесь, то в таком случае имеет смысл посмотреть в сторону групповой терапии. Групповая терапия, она интересна тем, что дешевле, дешевле для человека, отдельно взятого человека, она дешевле, вот, групповая терапия, интересна тем, что она, ну, может быть, легче, в том смысле, что человеку, может быть, ну, может легче ее, как бы, ей заниматься, потому что человек не чувствует себя одиноким, одиноким, человек не чувствует себя одним, человек не чувствует, ну, не чувствует, что, что с ним, и вот, что-то не так, не так. Вот. Я думаю, может быть, такой вариант вам тоже подойдет. Естественно, я не знаю, естественно, я не знаю, вот, естественно, это всего лишь какие-то мои предположения, вот, поэтому смотрите сами, смотрите по себе, и уже решайте самостоятельно этот вопрос, как вам действовать. Мне кажется, это вполне справедливое что-то. Вот. Всего вам доброго, удачи, и надеюсь, что вы дадите какой-то отклик на мой ответ.